В общем, еще раз всем привет. Сегодня, возможно, будет немногочислено. Да, что-то на камеру я смотрю, что-то вообще прям... Ну ладно, пока более-менее меня видно. Может быть, со следующей игры включу. Сделаем посветлее. Здорово, Никита. Привет, Данди. Старые зрители все на месте, это радует. Ну не все, но те, кого я хотел увидеть. Здорово, Серега. Амкол, привет. Неожиданно, что ты в начале стрима. Максончик, здорово. Тоже давненько не общались с тобой. Да, мало того, что Миднафин, еще и с Мастер Систем сегодня начнем. Проходил мой лучший друг эту игру. Именно версию на Мастер Систем. Давайте посмотрим. Рампейдж много где выходило, но я пока... По его совету начну тоже с Мастер Систем. Здорово, Сейнт. Привет, Игорь. Привет, Виталия. Здорово, ребятки. Кто видел объяву, уже знает, что сегодня будет гвоздем программы. Так, нет никаких заставок. Можно играть в коопе, кстати. Дают на выбор трех монстров. Ральф, Лиззи и Джордж. Мне больше всего аватарка Джорджа нравится. Вот такую прям на паспорт можно ставить. Сан-Франциско, первый город. Начинаем крушить. Халк крушить, Халк ломать. Люди вот тут вылазят. Иди сюда. Цель игры разломать здание. Грубо говоря, уничтожить Америку. Этим, в принципе, и займемся. Но только в игре. Портреты, да, Ампо, вообще шикарные просто. Мне тоже понравились. Особенно Ральф. Как он, интересно, вообще рот закрывает. У него там такие клыки мощные. Чем наносим урон зданию, постепенно оно становится таким ветхим. Как только видим трещины по всему зданию, можно, в принципе, уже сваливать. Считайте, что оно сейчас разрушится. Отдельный привет, отдельный привет, Сэнт. Спасибо. Модераторам всегда рад. Забострились случаи. Какую-то женщину выкинул из окна и тут же съел ее. Молодец. Горилла время зря не теряет. Какой-то горшок в здании. Вроде получилось. Людей можно есть. И, в принципе, лучше этим заниматься, потому что шкала здоровья не резиновая. Только поедая людей, можно восстанавливать здоровье хотя бы немножко. Сейчас ванну съел. Вообще, да, вроде что-то в домах может попадаться. Нам какой-то тип помогает. Зачем-то ставит взрывчатку, как будто он на нашей стороне. Хотя это как-то странно выглядит. На стороне монстра какой-то человек сражается. Разная техника будет нам мешать. Мы вроде были людьми. Возможно, Джордж, это вот рядом с Гориллой сейчас портрет. Блин, ну что-то совсем темно стало. За женщину вроде как-то жизнь можно получить. О, еще и по трамваю ударил, хотя не хотел сейчас. Как они атакуют со всех сторон. Сейчас, ребятки, доберемся до следующей локации. Вид авто, привет. Здорово. Постоянно что-то творится здесь. Просто экшен какой-то. Музыка, конечно, такая себе. Но, тем не менее. Не худший вариант. Вообще, не худшая игра для Master System, я думаю. Странно. Почему-то иногда он ест людей, иногда не ест. Понятно, от чего зависит. Вот сейчас просто окна разбил. И сюда. Бежит, бежит. Хех, поставил взрывчатку на дом, который я уже уничтожил. Ладно, тогда я тут уничтожил. За Кинг-Конга, да, Максон? Можно так сказать. Вор, когда проходил, по-моему, за Лиззи играл. Что, в принципе, неудивительно. Даже если среди монстров есть женщины. Нормально сейчас подкрепился. Вор обязательно сделает выбор в их пользу. Мне их не дали вертолет уничтожить. Найс, сыгра. Людей можно есть. Полезно для здоровья. Но для этого монстра, может, и полезно. Потому что здоровье, если посмотреть, постепенно восстанавливается от съеденных людей. Вообще, люди агрессивные только в начале, как я понял. Достаточно съесть около пяти-шести человек, они больше перестают вылазить. Только на следующей локации появляются. Городов много придется уничтожать. Игра не самая короткая. Знаю, на Мастер Системы покороче игры. Начнем с нее, посмотрим дальше, что получится. Нормально, уже танки ездят в городе. Банк не нужен. Мне больше нравится... Мне больше нравится судьба людей, которые ипотеку брали в этом доме. Только оформили сделку. Тут такая подстава. Это вовремя зашел. Доброго времени суток. Здорово, робот. Все-таки включу свет, что-то... Вот буквально у нас яркое солнце было. Женщина, беги. Женщина не успела убежать от обезьяны. Там что-то написано, есть типа можно. Наверное, ресторан какой-то. Кошмар, он просто людей заглатывает. Блин, танки вот, наверное, самые противные здесь. Из тех, что может встретиться, из техники. Вертолеты не так напрягают. Но если попасться под обстрел, тоже нормально ХП могут снять. О, сейчас просто... Просто танк утонул. Не будем им мешать. Стороны, где нет моста. Джонни, привет. Можно поздравить с новосельем. Перебрался. Перебазировался. Теперь будешь на стримы заходить. Так, ресторан в последнюю очередь доломаем. Ничего страшного. Бывает, да, что в доме тоже какие-то вещи находятся. Можно полакомиться. В игре только банк есть, остальные здания жилые. Не знаю, там что-то было похоже прямо на ресторан. Так, зря тут машину прикарковали. Сюда. Ой-ой-ой, нифига у нас ливень начался. Нифига себе. Вовремя стрим запустил. Как раз погода испортилась. Не так обидно будет, что кто-то на улице гулял. В принципе, сегодня время нормально, днем потратил. Да что-то прям закидывают. Бывает много людей вылазят, лучше с ними побыстрее разбираться. Еще на таком расстоянии вылазят, непонятно, как их съедать, вытаскивать. О, какой небоскреб разрушен. Вот этого не хочет забирать. А этого съел. У этого смотри. На. А ты фильм Рэмпэйдж смотрел? Нет, Максон, есть такой фильм? Игра по фильму, что ли, сделана? Я особо не заморачивался. Будет прикольно, если по фильму. Так, этот дом можно было, в принципе, не ломать. Они еще так неожиданно, вот эта техника выезжает. Максон, у меня с фильмами вообще все печально, на самом деле. У меня такая веселая работа, что просто... На стримы-то на эти время редко получается. Тем более, сейчас еще лето. Помимо работы, так, куча дел. Куча всяких задумок. У меня стримы и так не были какой-то основной целью. А летом уж тем более. Переезд хуже двух пожаров. Спасибо, перебрался. Теперь буду вовремя у тебя. Ну вот, Джонни, еще важное дело сделал. Поздравляю. Блин, курьер убежал, походу. Ну ладно. Подлые людишки вылазят прям на таком расстоянии, что тяжело лапой достать. Да что-то еще тут полицейские машины появляются. Так и не разобрался, как в Миднафине включить FM звук. Какая-то игра его поддерживает. Никит, там очень скромные настройки в этом, в Миднафине. Там, по-моему, со звуком вообще одна опция. Может она и была. Я же не привередливый, в принципе. Главное, что играть можно. Для искушенных людей, которым качественный звук подавай. Но я не знаю. Даже не знаю, что могу посоветовать. Так, опять техника поехала. На. Андрей, здорово. Привет. Глядя на данный геймплей, сложно поверить, что эту игру экранизировали с бюджетом в 120... 120 миллионов долларов. Я правильно понял, Ронфи? 120 миллионов на него потратили? Благомир, привет. Доброго вечера. Если у тебя вечер. Ты каждый раз как-то по-разному пишешь. Саша Графчиков, привет. Есть фильм, он новый. Со скалой фильм. А какого года, Максон, если поточнее? Чё-то меня заинтересовало прям. О, накинулись, накинулись, сулочи. Тут ещё и погода против меня. Ещё и молнии какие-то появляются. Ладно, танк уничтожим. Кошмар, просто поддержка с воздуха, с земли отоссёй. Сюда. Илюха, привет. Здорово. Опоздал? Ты как в школе прям. Простите за опоздание, можно войти, да? Чё ты в первые ряды попросишься? Да я только начал, в принципе. Спустя пять дней буду вспоминать. Какой-то горшок уничтожил в доме. Горшок размером с окно был. Это чернобыльские цветы выращивали. Райвелс, привет, слава. Со скалой, в смысле, с Дуэном Джонсоном фильм? Эластион, приветствую. Если не поздоровался, рад видеть. Сегодня у меня обычный чай. Ну как обычный, с лепестками роз. А так, в принципе, нормальный. Блин, вот игра вообще никакого передыха не даёт. Потом кто-то на лодке плавает. Ну тоже нашли время на лодке поплавать. Ай-яй-яй. Больше не будут плавать. Уже сто тысяч набрал тем временем. Я даже не посмотрел, какая локация сейчас на данный момент. Ой-ёй-ёй, в какой-то тостер попал. Здорово, Бендер, здорово, спасибо. Сегодня такая вроде насыщенная программа. Не знаю, как пойдёт. Будут игры, за которые я вообще не уверен. Куда кривая мечты выведет, как говорится. Что-то пройдётся, что-то, возможно, не пройдётся. За Соника я сегодня вообще не уверен. Будет фёстран. Посмотрим, насколько получится продвинуться. Удачи в прохождении проекта. В особенности игры с Соник... В особенности игры с серии Соник. Как я видел в анонсе, классная серия игр. Ну, кому-то нравится, Слав, кому-то нет. У меня как-то так получилось, что в детстве не было Соника никакого. Я, по сути, с серии только начну знакомиться. Если бы Виталий Ерпулёв не зареквестил на испытание реквест, я вряд ли в этой сотне игр добрался бы до Соника. Ну, поиграем, посмотрим. Я знаю, там есть какая-то лучшая концовка, надо что-то собирать. Какие-то драгоценные камни. Что-то так стреляет, как неприятно. Так, что ещё пропустил? Да, с Доином, Скалой, Джонсоном фильм. Я понял, Максон, понял. Мне бы ещё год выхода узнать. Что, Скала стала активно сниматься? Он же в продолжении Джуман же снялся. Ещё какая-то роль у него была недавно. Форсаж вроде новый или что там? Привет легендам ретро-игрового стриминга. Ты мне льстишь, Владегор. Ну, спасибо, что зашёл. Спасибо, Владегор, привет. Привет зрителям-легендам. Сейчас море пафоса просто будет. Вот эта человечина, вот эта человечина хорошо пошла прям. Какие-то фрукты в доме нашёл. Такие выстрелы с динамитом вроде можно отбивать. Надо прям чётко попадать. Мне ещё нравится, что не надо здание прям полностью до износа уничтожать. Достаточно где-то 60-70% урона нанести, и он уже начинает рушиться полностью. То есть буквально можно с одной стороны залезть. И весь дом сломать им. Да, не завидую людям, конечно. Санёк, Кент, здорово. Ребят, всем, кто подходит, приятного просмотра. Сегодня, ну, достаточно разнообразная программа. Чё-то на ПК игры предыдущий стрим не очень зашло. Но, тем не менее, посидели, тоже поиграли. На прошлом стриме 5 игр на ПК получилось оформить. Кстати, в стиме распродажа началась. Я пока не знаю насчёт покупок. Возможно, буду с кем-то договариваться, чтобы чё-то купить. Зашёл в ленту активности в стиме. Сегодня пошарился немножко. У меня уже куча друзей скупает. Там по 30 игр берёт сразу. По 40 набирает. Чё-то у меня немножко ломка появилась. Тоже охота чё-нибудь купить себе. Я тем более с момента, как вот эти заморочки начались, что нельзя просто оплатить покупку стиме, я до сих пор ничего не покупал. Для меня это очень непривычно. 2018 года. Спасибо, Максон, теперь буду знать. Ну да, в принципе, не сильно старый. Вообще свежачок, можно сказать. Даже 5 лет ещё не прошло. Я думаю, это можно считать, что свежий фил. Здесь последнее здание осталось. Ну, на фоне ещё много домов, так что люди, я думаю, найдут место, где пожить. Бибилборг, привет. У меня были все Соники, так что мой скилл ментально передаётся тебе. Спасибо, Сейнт. Спасибо, держу твой скилл. Ну, не ругайся, если сегодня что-то не так пойдёт. Я не знаю, как так случилось. Соник, это же маскот Сеги. У меня была Сега, у моих друзей была Сега. Но в упор не помню, чтобы кто-то в Соника рубился там. Ещё одного человека съел. Вот если людей не есть, тогда точно игра станет испытанием. Видите, тут постоянно кто-то стреляет. Постоянно какая-то техника вылазит. Если не поедать людей, тут гейм-овер словить, как нифиг делать. Димана, здорово. Сегодня, как ни странно, раньше написал, чем младший брат. Просто решил разгрузить ту дичь, которую накупил на стриме. Так и скажи. Ну, ты уже за меня сказал, Сейнт. Я не буду повторяться. Но, как говорится, зришь в корень. В стиме, в стиме, да, Сейнт. Но у меня, кстати, ещё много игр припасено, которые хотелось бы вам показать. Если у тебя ещё её нету, советую при случае захватить Эваленд второй. Игрушка просто чудо для любого любителя старины. Именно вторую часть. Спасибо за совет, Благомир. Но у меня, по-моему, оба Эваленда куплены. Причём уже давно. И я вот не слышал, третья часть готовится. Нет вообще к выпуску. Я вот не слышал, чтобы третья часть намечалась. Новатор тоже хвалил. Но он хвалил первую часть. Я не знаю, какое у него отношение ко второй. Но я думаю, если первая понравилась, скорее всего, вторая тоже понравится. У меня в стиме больше 8000 игр. Естественно, я, конечно, потихоньку разгружаю свою библиотеку, но пока я ещё далёк, конечно, от этого. Я разобрался примерно с шестью... С шестьюстами играми. Вот ещё семь с половиной тысяч осталось в порядок привести. На стрим примерно можно... Ну, на данный момент у меня где-то игр десять есть, которые можно запускать. Ну, пока игры ещё доберёмся. Да что-то вообще какая-то война идёт просто. Чё-то вообще техника взбесилась. Ещё и люди помогают. Откуда у людей в простых домах динамит? Ну, чё у них... Просто в магазине можно купить. Зашёл за хлебом. Попутно ещё и там... Протил, прикупил себе. Жди, человек, я тебя съем. Замечательно. Вот дураки! Вместо того, чтобы стрелять по мне, лучше бы эвакуировались. Знают же, что сейчас здание разрушится, и... Прямо... Я кого-то в ванне съел. Кошмар. Держу твой скилл, Сейнт, этой рукой, но не ругайся, если получается не очень. Димана смотрю в ударе. Замечательно. Из моих друзей Соник на Сеге был как раз у меня. Мажор, робот-мажор. Ну, я правду говорю, ни первой, ни второй части. Вообще, Соников много повыходило, и на Дженесис, и на Мастер Систем тоже были Соники. Около пяти, что ли, частей. Но я пока ни одного не играл. Говорится, стыд и позор мне. Арти, здорово! Привет на Ютуб тебе! Как успехи, Арти, получилось разобраться? С Повер Блейдом, без костюмов, без смертей? Я вчера у тебя недолго сидел, потому что рубило очень сильно. Извини, не выдержал, уже спать отвалился. Ай-яй-яй, прям в спину выстрелили. Вообще, экшони, вот вроде, вся игра происходит на одном экране, но экшен такой творится, что просто, я не знаю, только успеваю отмахиваться от всех. Но вообще, я еще заметил, люди в какой-то момент перестают все-таки вылазить. Маленько подождать, можно дождаться, чтобы они не вылазили. А техника при этом постоянно лезет. Здорово, Арти, здорово! Эпик стрим получился, затащена, круть! Поздравляю, Арти! Если сегодня время будет, у меня выходной сегодня. Если после стрима не устану, посмотрю победную попытку, как-то там с боссами-бумерангами разбирался. Какая классная игра! Здорово, Влад! Здорово! Ну, сегодня начал с Master System. До более старшей Сеги мы еще доберемся. Сегодня будет Сеговская попса. Надеюсь, Зорг успеет подойти. Думаю, он тоже заценит. Меня порадовало, что в Sonic CD мало того, что музыка, CD-качество, так она еще и разная. Да ладно, для... Вот это я первый раз слышу. Для разных версий разные композиторы, что ли, работали? Если брать 16-битных Соников, наверное, Sonic CD нравится больше других. Ну, благомир, Sonic CD, это, наверное, ближе к 32-битам все-таки. Все-таки CD-версия, это серьезное такое, подспорье. Ай-яй-яй-яй-яй! Чуть молнии в хребтину не попали. Люди уже погоду против меня настроили, еще и тучи какие-то летают. Я в Сонике сразу врубал режим отладки и проходил. Это что за режим такой, Димана? Ага, получилось. Блин, сообщения что-то слишком быстро улетают, нифига не успеваю читать. Почти на умиляторе удивился, что должно было быть 3. Ты убрал донаты, да, Илюху убрал? Причем давненько уже. Кеймыч, привет. Кейма, только ты меня сегодня не ругай, пожалуйста, что я FM-звук не поставил. Мне Никита уже в начале стрима высказал это недовольство. Ну, ребят, извините, у меня слишком... Я слишком деревянный в этом плане, там что-то настроить, куда-то зайти. Для меня это просто дебри, можно сказать. Мутный лес. Или как там правильно? Дремучий лес. Нифига там людей понавылазило. Какой-то прям нормальный такой жилой дом. Дима, привет. Для меня большим удивлением вчера стало приглашение на что, где, как. А че такого, Дима? Ты человек интеллигентный, образованный. Плюс по играм шаришь. Интересно будет твое участие посмотреть. Пока у Насти, наверное... Сколько там? Три игры вышло. Она вроде как четвертую собирается делать. О, еще что-то съел. О, Виталия музыку заказал. Нифига себе. Нифига себе, Виталий из финалки заказал. Из пиксель-ремастера еще. Блин, я аж упал со здания. Ну, Меднафин такой. Порой сложно понять, как там включить некоторые особенности. Спасибо, Кеймыч, за понимание. Мне музыка не режет уши, на самом деле. Я и графики как бы спокойно отношусь. Так, че-то мою гориллу так нормально побили. Блин, там еще кто-то здоровался. Нифига не успеваю. Добрый вечер, Юлия Кексик. Здравствуйте. Здравствуйте. С прибытием на стрим. У нас тут очередное, очередное восьмибитное ретро. Игра на мастер-систем. По сути, восьмибитная Сега. Так, немножко ликбез, скажем так. Мало кто играет в мастер-систем. В принципе, ребят, можно понять. Почему-то большинство ретро-стримеров ориентиром берут три консоли. Денди, Сега, Genesis и Супер Нинтендо. Причем, с NES тоже далеко не каждый играет на стримах. Ну, как-то так повелось в сообществе ретро в СНГ, что в основном вот эти три консоли. Блин, только на дом хотел залезть, сразу танк выехал. Ребята сбежали из Battle Tots Double Dragon. Кидают динамит из окон. К счастью, Юлюха, мне обратно не надо закидывать этот динамит. Как в БТТД. Мне достаточно просто разрушать здание, откуда эти люди вылазят. Ну вот, просто с одной стороны дом уничтожил. Мне надо... Мне даже не пришлось на другую сторону лечь, чтобы полностью дом уничтожать. Все, как карточный домик сложился просто. Вертолеты размером с людей, радиоуправляемые, наверное. До чего техника дошла, да? Как бы мне... Че там, гриб какой-то вылез? Че-то непонятно. Ронни, спасибо за фоллоу на Твиче. Добро пожаловать. У меня горилла съела ванну и выплюнула воду из нее. Блин, как мерзко. Наверное, кто-то мылся. Кто-то в ванне помылся. Горилла съела эту ванну. Кошмар вообще. Такое отравление может быть. СМС была в России. Даже специальная ревизия есть. С русским руководством. Ну, я знаю, Кеммедж, что СМС в основном была в Бразилии популярная. В Европе вроде тоже как популярностью пользовалась. Я думаю, играют то, что было в России. Блин, Сейнт, нифига не успеваю читать. Я уже много раз говорил, что ретро-игры люблю только наполовину. Другая половина лежит к ПК-играм. Ну, я понял, Дима, я понял. Просто сегодня ретро, поэтому как бы... Да блин! Сегодня ретро, поэтому я упомянул в этом плане. Сюжет этой игры демонтировать все дома крупных городов. Сюжет, к сожалению, робот нам не рассказывают вначале. Максон говорит, что в 18-м году фильм вышел в Рэмпэйдж. Как я сейчас кого-то заглотил, вообще непонятно. Надо смотреть фильм, там, я думаю, сюжет уже точно будет понятен. По-моему, наша горилла была обычным человеком. Возможно, над ней какие-то опыты ставили, она стала вот такой гориллой. Одержимая горилла, которая хочет ломать, все разрушать. И сейчас просто своим гневом уничтожает дома в городах Соединенных Штатов Америки. Насчет сюжета я не знаю, ребят. Если кто-то в курсе, может расскажет, что здесь творится. То, что горилла настроена недружелюбно, это точно видно. Может, она таким способом хочет обратно человеком стать. Может, ей безумный ученый задание такое дал, типа... Уничтожь Америку, тогда я верну тебе человеческий облик. Максон, если ты здесь, может, ты в курсе насчет сюжета? Были пиратские мастер-систем? Димана, ну в Калининграде-то, скорее всего, были, ты же оттуда. Калининград самая близкая точка России к Европе. К Западной Европе. Вам я не удивлюсь, если мастер-систем поставляли на прилавке. В моей глухой Сибири точно никаких мастер-систем не было. Может, еще в европейской части России, на Урале где-нибудь. Возможно, там тоже продавали. Вот в Сибири и на Дальнем Востоке, скорее всего, никаких мастер-систем не водилось. Кто бы что ни говорил, консоль все-таки интересная, на мой взгляд. Есть что поиграть. Я уже называл свои любимые игры из тех, которые мне попадались. Это трилогия Иллюзий, в первую очередь. Аладдин, очень крутая игра. По меркам мастер-систем, геймгиры. С Дональдом Даком хочу заценить, тоже есть пара платформеров. Мастеру в Даркнесс интересно было бы сыграть. Но пока что есть, то есть. Самый крутой рэмпэйч на PS1 играл, Слава? Я слышал, что на NES мне очень нравится. Тем, кто на NES играл, почему-то не в восторге от нее. Но у меня рэмпэйч на мастер-систем, это первая версия, до которой я на стриме добрался. Вор посоветовал пройти, я не стал долгий ящик откладывать. Если бы у меня прошлый стрим не был посвящен ПК играм, то скорее всего рэмпэйч я бы еще на прошлой неделе сыграл. Так, ну пока здоровье получается держать на высоком уровне. Но еще раз скажу, достаточно здесь не есть людей, и шкала очень быстро будет падать. Поэтому от людей в этой игре лучше не отказываться. Блин, Благомир не успел. Нифига не успеваю читать. Может ей надо красивую горилку, и наш монстр успокоится? Ага, и он ищет, наверное, он ищет где-нибудь в здании женщину, которая ему понравится. Ученый тоже превратит ее в гориллу. Влад, надо смотреть фильм. Мне кажется, там будут ответы на наши вопросы. У меня, к сожалению, времени на это нет особо. В рэмпэйче на PS1 была еще не только горилла, но и бог с динозавром. Слав, а здесь тоже три персонажа на выбор. Здесь есть еще ящерица Лиззи. И какой-то... Тоже какая-то разновидность гориллы. Ральф его зовут. Я решил за Джорджа сыграть. Прикольный такой Кинг-Конг. Нормально выглядит так. Устрашающе, можно сказать. За Ральфа в кооперативе сыграю, когда получится с вором в коопы возобновить. Обязательно пройдем. Там, может быть, кстати, и со звуком разберусь. Может быть, посмотрю, может, вор подскажет, когда приедет. Настроим звук и обязательно в коопе тоже пройдем ее. На СМС есть кооператив, Кеймыч, да. Я так и говорил. Я только сейчас прочитал насчет того, что ты написал. Кейм, а ты в кооперативе ни с кем не проходил ее? Вообще, кооперативы, тем более на Мастер Систем. Мастер Систем и так редкое явление на стримах у ребят, у людей, у ретро-стримеров. А увидеть кооп на Мастер Систем, ну, это вообще редчайшее явление. Ну, здесь уже больше от вора зависит. Ждем, когда вор в гости приедет. Что-то наглые какие вертолеты. Они меня прям пасли до того. Я поднимался по дому, и вертолеты вместе со мной. В Сибири были другие СМС. Так, Димана какую-то ссылочку там скинул. Я думал, человек утонет. Не, нифига, человек убегает. У меня 70% достижений вроде. Думаю, потом с микрофоном по стримлю, народ позову. А че играешь, Илюха? Я пропустил сообщение. Псайко Фокс на Мастер Систем. Зацени, если не играл. Духовный последователь Кит Кул. Можно сказать. Игра той же команды и на том же движке. Если че, Владигор, я тебя услышал. Я тебя услышал, я тебя понял. Димана мне Кит Кул зареквестил, кстати. Пока, к счастью, все странно. Пока... Пока не просит, так как с... Космополист Голливаном ситуация. Чувствую, скоро и до Кит Кула дойдет. Да, Димана? Кит Кул есть в реквестах. Как только с Кит Кулом разберусь. Может быть и Псайко Фокс заценим. Я видел эту игру, Благомир. Видел Псайко Фокс. Но сам еще не играл, не проходил. Меня машина... Взрывом вытолкнула в другую сторону экрана. Нифига себе отдача была. Меня просто выбросило. Сшивонис, привет. Куда пропал бродяга? Уже в отпуске? Не, Сшивонис. Нифига подобного. Мое счастливое время было в апреле. Ну, относительно счастливое. Если бы у меня еще там на две недели канал не заблокировали. Мне до отпуска далеко еще. Я, кстати, на прошлой неделе стримил, только пока игры проходил. Ну, у меня категория была другая. Может, из-за этого я не видел, что я стримил. Вообще, я последний раз пять дней назад выходил в эфиры. Там были мало популярные БК-игры разных жанров. Ну, Прожектор Фейс мне, кстати, понравился. Блин, они так вылазят. О, вот этого сейчас надо съесть. Женщина что-то руками машет. Типа, помогите. Дурочка. Только Кинг-Конга больше привлекает внимание. То есть, меня... У меня в детстве был только один Соник. Звали его Самари. Блин, благомир, сочувствую. У меня из пиратских Марио только этот был, как его... Блин, как он... Файтинг еще где? Разные персонажи из Марио. Кардфайтер, или как он назывался? У меня с Марио пиратским только эта игра была. Ну, Супер Брос был, естественно. Марио Брос на многоигровках. Второй и третьей части Марио, кстати, в детстве не было. Точно помню, что не играл еще. Киткул, жду с нетерпением, обожаю эту игру. Блин, Владегор, я аж опять свалился. Хотя, благомир, ну хотя бы такой Соник был. Самарио у меня тоже не было. Кто-то плыл на лодке. К сожалению, его путешествие было недолгим. Кстати, вода... Вода нас дамажит, кстати. С водой надо поаккуратнее. Счастливая блокировка? Ну, как посмотреть, сын? Как посмотреть? У меня, видишь, были серьезные планы в отпуске. И турнир хотел провести. И попроходить много чего, показать ребятам, то есть вам. Но судьба распоряжилась иначе. Распорядилась. Надо было на Ваграндсторе вести себя нормально. Я уже там срываться начал. Сам себя задушил игрой просто. 11 часов сидел. Кто был на стриме, помнит этот случай. Я не то, что контроль начал над собой терять, но... Уже чувствовал по себе, что это лишнее время было. Надо было... С Ваграндсторе вовремя остановиться. Я все хотел пройти ее. Видите, чем закончилось? Финального босса не убил. И еще и блокировку на Твиче на две недели словил. Блин, Благомир уже четвертый раз написал. Но что-то у меня чат в какой-то момент быстро проскролился. Ребят, что не успеваю читать сильно, не ругайтесь. У меня в начале стрима всегда очень серьезная активность. Ну, по моим скромным меркам. Я очень часто нифига не успеваю читать, потому что ребята заходят, здороваются, спрашивают, куда пропал, что не стримишь. Ближе к середине стрима активность успокаивается. Это уже тоже не первый раз я наблюдаю. Вот там все, что хотите спросить, задавайте вопросы, обязательно отвечу. В начале стрима мне сложно на что-то отвечать. Потому что еще бывает какую-то тему, если зацепим, неохота с ней быстро расставаться, перепрыгивать. Но вас я тоже могу понять, конечно. С моими графиками я только раз в неделю могу стримить. Может через пару лет что изменится, но это не точно. Взрывчатку по идее тоже можно есть, но по-моему ничего хорошего не будет. Говорю, начал выбивать платину Наруто. Шторм 4 на PS4. Пару тестовых стримов делал, потом полноценно думаю постримлю. Успехов, Илюха, если возьмешься. Успехов тебе. Ну, стримы это нелегкое дело. Особенно если у тебя есть какое-то серьезное увлечение, типа музыки, да, там. Совмещать стримы с каким-то основным занятием сложновато будет. Если ты сделал упор чисто на стримы, там каждый день стримишь. Ищешь новую аудиторию, там, для привлечения внимания. Ищешь своих зрителей новых. При этом стараясь не потерять старых. Тогда, конечно, это поинтереснее всего. У меня стримы как баловство в основном. Несмотря на сложные проекты, которые я себе напридумывал. У меня стримы основной деятельностью никогда не станут. Дополнение к сообщению Владегора о той же компании, после Кит Кулы и Псайка Фокс. На Мега Драйве была... Барсутоби Турбо Дайобокин. Больше известно... ДК Патак я проходил, Благомир. ДК Патак я нареквестил, я проходил. Блин, не люблю локации, где много воды и много людей вылазили. У меня вообще прям взялись. Еще и туча какая-то. Ну все, пошли в разнос просто. Надо и мокна посократить. Больше так не стреляли. Мортирус, привет. Здравствуй, Саша. Да, давно не виделись, старик. Рад видеть. Самое главное, живы-здоровы. Остальное наверстаем со временем. Главное, чтобы у всех было хорошее настроение. Это мем в каком-то видео был. По-моему, с поля чудесом переделка. Блин, что-то нормально, меня покромсали, надо людей поесть. Вот видите, маленько стал заигрываться. Людей не поел и уже где-то треть шкалы отняли. Что-то активно так накинулись. Блин, ну локация тоже такая неприятная. О, еще кого-то съел. Ты уже просто популярный стал, вот и чат летит. Не, Люка, это немножко не то. Популярность мне не грозит, еще раз повторю, потому что стримы не являются моей основной деятельностью. Если бы я играл каждый день, какие-то марафоны проводил, каждый день чьи-нибудь реквесты запускал, тогда, может быть, у меня была серьезная аудитория. А так как стримами я в основном балуюсь, запускаю раз в неделю, ребята, кто-то отписывается, кому-то не нравится такая активность, кто-то устает ждать свои реквесты. У меня очень много причин, чтобы я не был популярным. Да блин, ну вообще уничтожают просто, что-то какие-то сложные локации пошли, надо по собранню. Уже столько людей съел, у меня что-то здоровья еще не очень-то, не очень много. Блин, ну вылазят не на том расстоянии, которое нужно. Вылазите со вторых окон. Со вторых этажей легче всего их есть. О, я ее взрывчатку съел. Американцы Magic Cap обезобразили знатно. В оригинале один из самых психоделичных боссов в истории. Magic Cap? Не на ПК игра, случайно? Благомир, я, кстати, думал, ты видел ДК Патак. Это, по-моему, где-то 140 какая-то игра была в моем проекте. Сейчас уже трудно сказать, это надо в таблицу лезть. Ну, кстати, японскую версию, вот это, которая турбо заканчивается названием, японскую версию я еще не проходил, это я точно могу сказать. Женя, привет. Ты так рад меня видеть, что даже сразу с двух этих, с двух площадок поздоровался. Привет, Женя, привет. У меня первая игра на сегодня еще только начала. Да, Виталь, вот, ты правильно написал. Японскую версию я не играл еще. Хотя эта кампания мне больше запомнилась одним из лучших шмапов всех времен Бэтл Мэнни. Подожди, а Бэтл Мэнни это тоже их творение? Нифига себе. Все проблемы от недоедания. О, там русалка плывет в лодке, кстати. Я так засмотрелся, засмотрелся, что даже не съел их. О, русалкой закусили нормально. Разнообразие маленькое меню. Добавим морепродукты. наше питание. Ничего, так русалка была, нормально хп добавила. Может тут, может тут облако еще можно есть, надо будет попробовать. ну ладно, я непривередливый, если кто-то с ошибками пишет. Очередной танк утонул. Так увлечен был попыткой убить гориллу, что просто утонул где-то. Как человек с динамитом положил взрывчатку на воду? Спасибо ему, конечно, но как-то это странно выглядело, он просто взрывчатку на воде оставил. Рыбный день. Ну рыбный день, Игорь, это надо, чтобы я только морепродукты ел. Воздержаться от людей. Саша, Мортирус, у вас как там успехи? Ты ничего не запускал в последнее время? У Насти-то я видел, она рестар прошла. Кстати, если Настя где-то рядом, там передавай ей поздравления с пройденным рестаром. Хоть и японка, но в любом случае. Ну хотя бы в играх успехи есть какие-нибудь? Запускаешь или сейчас пока без стримов? Ко всем нет времени заходить, к сожалению. Столько друзей себе завел, что теперь тяжело со всеми общаться. Раньше было попроще, кроме ДФовцев никого не знал. Постепенно с братвой, с Беначем разнакомился с разными ребятами. Сейчас только успевай, как говорится, на разные каналы заходить. Тебе привет от Настя. Спасибо, Настя. Не, молодец, что рестар прошла. Я как-то запускал. Меня что-то надолго не хватило. У меня рестар один из... Блин, женщина в доме умерла. Я не успел ее съесть. Что-то с ХП опять проблемы какие-то. Надо постепенно восстанавливать. Не хватает игре разнообразия маленько. Постоянно крушишь дома, можно устать. Добавили бы скроллерный уровень какой-нибудь. лёг на любителя на самом деле. Решили вот такую игру сделать. Так, уже двоих съел. Отлично. Надо им верхние окна разбить, чтобы они здесь не вылазили. Ещё почему-то горилла не может уничтожать дома, если просто рядом с ними стоит. Я буду махать по дому кулаком, но пока не зацеплюсь на него, почему-то почему-то дом не воспринимает, что я наношу ему урон. Вот, просто если кулаком махать, почему-то его урон не идёт на дом. Я отдохнул, защитил диплом, съездил в гости к бабушке, всё хорошо. Блин, приятно слышать, Морти. Поздравляю с защитой диплома. Серьёзное достижение. Я где-то в восемнадцатом году защитился. Кто бы что ни говорил, высшее образование лишним не бывает, я считаю. Мы ещё молодые, нам ещё сорока нет. Кто знает, может когда-то диплом пригодится, может в жизни так всё сложится, что диплом сыграет какую-то важную роль. А что за Настя Леди Блейс? Да, Влад. Настя Леди Блейс. Я уже привык её по имени называть. Вообще канал у неё кинда плей называется. На Ютубе, на Твиче. Леди Блейс это больше как ну как ник, наверное. Ник и дань уважения великой серии игр Streets of Rage. Настолько великой, что я только первую часть прошёл из четырёх. Хорошо Зорга в чате нет, он бы мне сейчас за Streets of Rage предъявил пару ласковых слов. Я всё растягиваю удовольствие, какие-то крутые игры хочу напоследок оставить. Чё у меня 373 только на данный момент. Сорки ещё будут, но не в этот раз, как говорится. Ачпиль привет, Тайгер здорово на Трова. Напряженная игра просто отвлекаться не даёт. Постоянно кто-то хочет убить гориллу, которая разрушает город. Сегодня планирую принца Персии враг внутри на PS2 поиграть. Если не забуду, Саш, рейт на тебя сделаю. Да блин, опять женщина в доме осталась. Ну, куда она залезла? Что такое? Она где-то на 12 этаже была. Как я должен был забираться к ней? В итоге просто женщина погибла в разрушенном доме. Так, Балтимор тем временем. Новая локация. Во, другое дело. На второй этаж залезла, сразу достал её. Вот эту женщину сразу получилось съесть. Так, а здесь вроде никого нету. там только динамит кто-то кидал. Кто такая Леди Блейз? Я помню только Леди Диабло. Илюх, а ты, наверное, Настю не знаешь? Настя Леди Леди Блейз Кинда Плей канал называется. Надо Настю на Твиче добавить. Да блин! Надо Настю просто в список рекомендованных каналов добавить, тогда вы будете знать, про кого я говорю. Ссор была третья у нас и первая у родственников. Мы с сестрой проходили их. Робот у тебя сестра есть? Шок, сенсация. У робота есть сестра. Прикольно получилось. Которая смеется, когда не смешно. А как ты определяешь, Влад? Когда смешно, когда не смешно. У всех же разное чувство юмора. Меня тоже может иногда порвать от какой-то шутки. На меня друзья иногда смотрят, как на придурка. Что-нибудь может даже не очень-то и смешное сказали в компании. У меня истерика начинается, на меня друзья так смотрят. Что, сдурел, что ли? Еще раз повторю, главное, чтобы у всех было хорошее настроение. Чернухи у нас и так в жизни хватает. Я никогда не упущу возможность улыбнуться лишний раз. Если есть такая возможность. Это как-то позитивно смотреть. Несмотря на все эти события, которые сейчас происходят. Жизнь продолжается. Я думаю, еще в жизни много интересного будет. Главное руки не опускать. Как бы тяжело не было, надо жить дальше. ты сказал про русалок. Сразу вспомнил босса огромную русалку снесовского гукуджоу пародиус. Она там такая светловолосая няха, у нее еще корабль сверху на голове. Благомир, пока ни один пародиус не играл еще. Кстати, кроме пародиуса на фумиком от негативчика, мне другие никакие не реквестили. Блин, вот этот вылез на третьем этаже прям над водой, я не смогу его подобрать. Вот так нормально получится. Забанят теперь запоедание женщин на стриме. Ну, я же не настоящих ем. Ворк, пусть сначала докажут, что это были настоящие женщины. Может, наоборот, смогла спастись развалинах дома. Илюх, ты слишком позитивно мыслишь. Смотри, ты живешь на двенадцатом этаже. Находясь дома, здание начинает разрушаться. Как думаешь, каковы у тебя шансы остаться живым при разрушении здания с учетом, что ты на двенадцатом этаже живешь? Не хочу тебя расстраивать, но, по-моему, там шансы нулевые просто. забыл, играли в черепаху Джексона, повеселились хорошо. Я видел, Саш, вы там, по-моему, второе место с Артуром заняли. Помню, на стриме каком-то словили смешинку, не помню, о чем. Смешно было очень. Так я о чем и говорю? У людей разное чувство юмора, и если кто-то начинает смеяться, я лично не вижу ничего плохого в этом. Есть еще понятие черный юмор. Кому-то черный юмор нравится, кто-то это вообще считает аморальным, когда рассказывают какую-то пошлятину, а кто-то еще над этим смеяться начинает. Кому-то это может не понравиться, причем вплоть до скандала. Блин, опять здание как-то неудобно расположено. Кто вообще мог построить здание на воде, грубо говоря? Что, программа доступное жилье, что ли? Сейчас взрыв танка не позволил мне зацепиться за дом. Спасибо, мужик, спасибо, что этот дом взорвешь сейчас. Уже половину шкалы потратил, вот на таких уровнях у меня постоянно проблемы. афро-юмор. Опять умял русалку, да, едим все, что попадается под руки. Горилла себя как ребенок ведет, можно сказать. Помню, у нас в детстве отучали не бери гадость в рот. Не ешь что попало. Боюсь, гориллу уже переучить не получится. Вот сейчас хорошо прям повылазили, вообще нормально поел. Идет горилла, блин, там в проводку что ли рука попала. идет горилла из рюкзака торчит здание с людьми. И надпись мама я покушал. Рацион питания у него интересный. Давно что-то никто не вспоминал, что я живу недалеко от дома. А может я уже перебрался? Может я теперь очень далеко от дома? Новая локация Филадельфия. Сразу женщину выкидываем из окна. О, еще русалка плывет. Есть смешное слово баклажан смеются все. Мы помним в детском саду ели зубную пасту. Что там в чате происходит вообще? Какие-то откровения пошли. Есть и дельтаплан хороший ветер. Блин. Я походу опять суть уловил. Нет, точнее не уловил. Ну зачем ты так? Ну зачем? Дома двигаешь с места на место. Энди привет. С прибытием. спасибо, что заскочил. Да у меня какой-то трэш творится сегодня. Не знаю. Как дальше стримить? Это только начало. Блин, сбили. Что-то хп стало быстрее улетать. Не успеваю следить. Жук, я прочитал, только вслух не буду. Здорово. Насчет карликов я успел прочитать сообщение. Я заметил, если стоишь на месте смотришь наверх зачем-то два пальца поднимает. Да, Илюха, ты глаза остыть. А можно, кстати, немножко другие движения делать, если смотреть вниз. Тоже такое непотребство, можно сказать. Так, вот до этого дотянусь. Отлично, дотянулся. Тим будем разгоняться постепенно. Пока начали с мастер систем сегодня. Ну, Соника, естественно, я на десерт оставлю. Соника будем играть уже полностью разобравшись с 8-ми битами на сегодня. Смотри, Илюха, если вниз нажимать. Не дали показать. Шутишь про карликов слишком низко? Ну, куда деваться. Мистер Соломон, привет. Привет. Он выйдет? Нет. Вышел. Опять, опять неудачно появляются все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. блин ну так не честно как я еще успел хотя бы 1 урвать одного съел вообще что-то разрывать стали он еще в какой-то момент когда урон получает почему-то с дома начинает слетать если я залазил на дом где-то вначале по мне проходит урон он сам отцепляется от дома дела плохи уже половину хп потратили еще один танк дурак утонул как я сейчас упал то да вот так вот быстро и незаметно уже половину хп потратили еще вода дамажит лучше не попадать лишний раз ай человек убежал мужик лодки рыбак он вылавливает русалку ровно в центре реки фигару бы ты даже это подметил то есть русалка потом в лодке появляется она не сразу я кстати даже не замечал этот момент то есть это рыбак по сути ловит мне завтрак ну или чего он там ест женщина не пропадает только пожалуйста немножко хп восстановил да блин машина прикрыла женщину я не успел ее съесть чего за фигня то никак не получается добраться мастер систем всегда актуальные темы не знаю не знаю что-то не особо систем любит мало кто ее стриме почему-то хотя шедевры можно и на ней найти поиграть сложно будет только тем кто захочет полностью библиотеку учить насколько я знаю на мастер систем тоже есть всякие маджонги кривые спортивные симуляторы даже чай не дают мне нравится как на вертолете на фоне в темноте летят мимо них мартышки да ну его нафиг поменяли задание блин он унитаз съел жесть пинг-конг вообще одержимый ни перед чем не отступится то что он банк ломает я думаю многие люди ему будут рады представляете сколько кредитной историю будет уничтожено сколько долгов пропадет людей это здание вообще с нуля взорвало на мастер систем больше всего отталкивает звук а вот кэнди кстати уже говорили сегодня в начале стрима что я поленился полазить в настройках можно было fm звук поставить для вот этой игры моя вина в общем короче звук можно сделать получше блин убивают походу походу без потерь не получится пройти что-то хп полетела хотя уже филадельфию прошел нормально сколько вообще уровней я не знаю люк по моему нью-йорк последний по моему с нью-йорком разбираемся на этом все не знаю хватит ли мне жизни чтобы справиться блин здесь вообще что-то война идет я не знаю в нью-йорке одни гангстеры живут все с оружием все с динамитами все со взрывчаткой сколько успею съем людей остальные меня скорее всего начнут уничтожать вот этот вообще подло вылез там в середине дома нифига не добираюсь ну-ка иди сюда удачно отстримить здорово лев привет приятно видеть что с травы заходишь уже ясно что их проблем как раньше нету не дают нормально на дом заесть я рыбак откупиться пытается нифига горилла голодная тем более русалка чё там есть то как говорится ни рыба ни мясо рыбаком я бы тоже закусил если будет такая возможность блин надеюсь нью-йорк последний лак у я уже второй час пошел в компании с кинг-конгом время летит незаметно сейчас женщину из ванны вытащил сидела женщина на восьмом этаже принимала ванну тут огромный кулак ломает окно и съедает ее кошмар вообще просто сюжет для фильма ужасом женщин не надо есть с ними есть более приятные занятия так благомир аккуратность 18 плюс не хочу чтобы меня опять забанили я понял про чё ты имеешь ввиду сейчас вроде не успели дострелить силич привет здорово силич сразу и прилонил выскочил живи кинг-конг живи ай подлака да что ты застрелял меня прям спину на чашка кофе отлично блин вообще хп не осталось когда меня успели так быстро уничтожить благомир прав я же говорил системы актуальны больше людей тем больше мнений иногда эти мнения совпадают сейчас меня походу грохнут не смогу маленько дотянуть успел слезть люди из этой игры вообще новости не смотрят походу да а можешь просто не верят робот можешь просто не верят новостям вот ты сегодня услышишь в новостях что гигантская горилла уничтожает челябинск ты поверишь этим новостям нет конечно а вот потом не удивляйся что гигантский кулак разобьет твою окно в доме пытается достать тебя чтобы сожрать так это был уже быстрее быстрее падай быстрее к живем а еще живы но это недолго вот опять они на первом этаже вылазят я не могу так съесть может есть как какой-то угол пока не получается если это горилла тгр я поверил бы его для того цру и создавала не к счастью энди по моему здесь русского следа нет данной игре соединенные штаты уничтожают не при помощи россии да и как то странно было бы если у русского было имя джордж и остальные монстры тоже кто там лизер альф тоже не похоже на русские имена что-то опять танк выиграл на извините за опоздание можно войти садись сидишь там только тихо сильно не шуми проходи садись за за свое место будем надеяться что это последнее а эти наоборот на четвертом этаже вылезли тоже не могу достать мне нравится что здесь можно просто с одного здания все в округе уничтожать пока залазил на одну еще несколько зданий да непонятно он то есть этих людей то не ест ладно хп маленько восстановил уже попроще ну-ка иди сюда да хватит на первом этаже вылазить почему странно святой георгий а в этом плане ну не знаю где не знаю не по моему по моему здесь не ничего такого нет ни цру ни фига нет надо фильм смотреть нож фильме будут какие-то прояснения так ну чё все или нет нью-йорк 5 да отлично блин игра то не короткая нифига получилось больше часа уничтожал здание посмотрим концовку вот они идут эти монстры сначала визе прошла зеленая перейдет ральф чё то он как-то странно лапу поджимает как будто его ранили серьезно и вот он джордж последний радостная рожа такая конец чё это было сейчас а вот он кстати человеком стал еще и без одежды причем все джордж вернулся в человеческий облик только непонятно где он будет жить полностью уничтожил штаты и теперь перевернулся в человеческий облик а а а